Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Что же, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец. Вы, как всегда, все участники, которые наберете номер телефона 847-400-5200, либо будете нас смотреть и слышать на нашей страничке в интернет www.radionvc.com, на нашей страничке в Facebook Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC, где, зайдя на канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации, зарегистрируйтесь, и вы сможете получать извещения о тех новых программах, которые выходят в нашем эфире. Да, и еще те, которые хотят нас видеть и слышать, используя свои электронные гаджеты, пожалуйста, загрузите наше бесплатное сообщение на ваши iPhone и iPad, либо, если вы пользуетесь Android-системой, через ваш браузер выходите на нашу страничку radio-nvc.com, и будете нас также видеть и слышать. Итак, номер телефона в студии 847-400-5200. Мы начинаем наше неполиткорректное ток-шоу. И, в первую очередь, конечно, хотелось бы немножко пройтись по тому, что произошло в нашем городе, я имею в виду городе Чикаго, во время длинных выходных. Как-то никто об этом особенно не распространялся. Ну, понятно, что средства, левые средства массовой информации об этом не говорят, дабы не компрометировать демократическую партию нашего города. Ну, а так, в принципе, как-то оно так прошло незаметно, но я хотел бы это подчеркнуть. Почему? Потому что мы все слышим очень много часто о тех массовых стрельбах, которые происходят в нашей стране. Вот недавно была стрельба в Техасе, это уже второй был случай, первый был в Эль-Пасо, штат Техас, а второй был в городке Одесса, штат Техас. И вот последний в городке Одесса, там погибло 7 человек, и раненых было, по-моему, то ли 20, то ли 22 человека. Это на данный момент не настолько важно, но, тем не менее, все, значит, средства массовой информации тут же начинают кричать о том, что нужно отбирать оружие, нужно, в общем, короче, что нужно принимать для того, чтобы обезопасить жизнь граждан своих штатов, своих городов. Но почему-то никто абсолютно не удивляется тому, что в городе Чикаго, в одном городе, за прошлые длинные выходные было убито 8 человек и ранено 43 человек. То есть, давайте мы немножко проведем, ну, если не параллель, то, по крайней мере, такое небольшое сравнение, да? Там, значит, убито 7 человек, ранено 20 или 22 в городке Одесса, убито 8 человек, ранено 43 в городе Чикаго. Причем, если в городе Одесса вот этот массовый расстрел произошел в первый раз, то в Чикаго, в городе Чикаго, такого рода массовые убийства и вообще стрельба происходит практически каждые выходные. Вот буквально пару недель тому назад у нас было ранено 46 человек, убито 4. до этого у нас было, были выходные, где было ранено 38 человек, убито 4. И как-то интересно, но никто об этом не говорит. То есть, это принимают как должное. Точно так же, в принципе, я не выделяю только город Чикаго, но точно так же, точно тоже, вернее, происходит и в таких городах, как Балтимор, точно так же происходят вот эти убийства. И, может быть, на сегодняшний день уже не в таком огромном количестве, но, тем не менее, в штате Нью-Йорк и в Калифорнии. И, в общем, вопрос стоит один. Почему-то, когда такое происходит, вот каждые выходные, я имею в виду, например, город Чикаго, никто как-то не говорит о том, что нужно усилить контроль за оружием. Почему? Потому что понимают прекрасно, что в нашем городе орудует, так скажем, банда демократов, которые, в принципе, и довели наш город до вот этого состояния. Поэтому вроде бы как невыгодно требовать ганг-контрол или контроль над оружием, например, в нашем городе или в нашем штате. А вот когда происходит какой-либо такой расстрел граждан в каком-либо другом месте, тут же кричат, нам нужно отбирать оружие, нужно его контролировать. Ну, в общем, короче, вы сами все это прекрасно понимаете. Так вот, почему я завел этот разговор? Две причины. Во-первых, для того, чтобы привлечь внимание людей, живущих в других штатах, и которые считают, что вот то, о чем говорят демократы постоянно, это действительно вот что-то нужное, что-то необходимое, это вот эти Universal Background Checks или проверка прошлого, ну и так далее. Ну и вторая причина, почему я хотел на это обратить внимание, потому что буквально вчера состоялась такая перепалка в Твиттере между одним из наших конгрессменов из Палаты представителей и между двумя конгрессменами Палаты представителей. Один это Крым Шоа, это человек, мужчина, который в свое время, он ветеран, он воевал, он во время своей службы в Ираке, я только не помню, если честно, то ли в Ираке, то ли в Афганистане, ну вот буквально, по-моему, если я не ошибаюсь, все-таки в Ираке. Этот человек, который во время патрулирования города в своем БТРе нарвался на мину и вследствие этого взрыва потерял глаз, очень долго лечился, все-таки стал на ноги, слава богу. Это человек, который, как в принципе очень, в основная масса людей, служивших в армии, они, конечно же, патриоты, они, конечно же, в основном своей массе, они республиканцы, ну и кроме этого, конечно же, они на стороне второй поправки, то есть поправка, которая дает нам право ношения, ну не ношения, а владения оружием. Итак, произошла перепалка в Твиттере между ним и, конечно же, Александрио Кассио Кортес, который у нас, ну просто все знает о оружии, о военных действиях, о стрельбах и так далее. В кавычках, конечно же. Так вот, вот это, ну абсолютно, я прошу прощения, у меня просто для нее, вот именно для нее, у меня нет другого слова или определения, или эпитета, как, ну абсолютная идиотка. Абсолютная. Почему? Потому что человек, который вообще ничего, ни о чем не знает, ничего себе не представляет и ничего из себя не представляет. Просто вот так получилось, что вот такого типа оголтелые выборщики ее же уровня выбрали ее, потому что, ну скажем так, ее оппонент в свое время, очень такой достаточно известный представитель, член палаты представителей от ее округа, ему было лень проводить, как положено, предвыборную кампанию, и вот он вследствие этого, как говорится, из-за своей самонадеянности он проиграл. Так вот, вот этого Кассия Кортес, которые, вы знаете, не то, что она у меня даже уважения не вызывает, она у меня даже презрения не вызывает, потому что для того, чтобы кого-то презирать в моем понятии, для этого нужно об этом человеке, ну хоть как-то думать. Я о ней не думаю вообще никак, никогда и не почему, до тех пор, пока она не открывает либо свой рот, либо не начинает что-то печатать в Твиттере. Так вот, произошла перепалка между ней и вот этим ветераном Иракской войны, где этот Крымша, он абсолютно правильно определил ситуацию с оружием в нашей стране. То есть он абсолютно правильно сказал, что мы просто не можем, не имеем права отбирать оружие у людей, владеющих им, по двум причинам. Во-первых, это наше право, данное нам Конституцией, это раз. И во-вторых, наше право защищать самих себя. Да, мы имеем на это право, как бы вам это странно не показалось, но мы имеем право, живя в Америке, и защищать самих себя, свои семьи, своих детей, своих внуков, мы имеем на это право. На что Акасия Кортес начала его пытаться образовывать в области того, какой ужас может навести оружие на мирных жителей. Понимаете? То есть вот, ну, чистая идиотка, дебилка, которая ничего не соображает вообще. Вообще непонятно, кто и почему, я вам скажу, не соображает, потому что у нее, многие люди считают, что вот у нее находит такое вот вдохновение, и вдруг она вроде бы правильно говорит и так как-то красиво рассуждает, а бывает, что ну, полная идиотка. Так я вам скажу, это неудивительно. Значит, вот тогда, когда она как абсолютный попка начинает читать кем-то написанную ей речь, она еще как-то потихоньку что-то там вроде бы как-то связано рассказывает, рассуждает и так далее. Но как только она начинает гнать от себя чину, вот тут проявляется полностью и ее образованность, или недостаток таковой, и ее невежество, и, в общем, все то, что в ней, в принципе, собралось в один комок, называемый Александрио Кассио Кортес. Так вот, также сегодня утром, по-моему, да, сегодня утром, я имею в виду, что это было рано утром, выступали два человека на канале новостном Факс Ньюз, один защищавший наш, вторую поправку, и женщина, которая была, конечно же, против таковой поправки. Женщину зовут Лезли Маршалл, ну, а тот, который защищал вторую поправку, это был, опять же, член Палаты представителей Стивен Кинг. Ну, то, что говорил Кинг, понятно, конечно же, он все говорил правильно и относительно закона, второй поправки, мы имеем на это право и так далее. Лезли Маршалл пыталась, я только не знаю, на что она рассчитывала, потому что, в принципе, она ведь понимает, что люди, которые слушают Факс Ньюз, или, может быть, она забыла, где она выступает, может быть, она думала, что она выступала на CNN, перед основной серой массой тех, тех, которые, ну, просто вообще ничего не знают, ничего не понимают, слепо верят в то, что им говорят на CNN. Разница между слушателями CNN и Факс Ньюз очень большая. Почему? Потому что слушатели Факс Ньюз – это люди, которые действительно умеют думать, люди, которые знают более-менее законы, люди, которые верят в законы, люди, которые верят в трансляцию правды. Ну, а CNN – это, вы сами понимаете, о чем мы говорим. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я в эфире? Добрый день. Да, да, вы в эфире. Меня зовут Иосиф. У меня к вам вот такое предложение. Нельзя ли от нашей станции, или от нашей комьюнити как-то все-таки обратиться к нашим представителям в Иллинойском Сенате и Конгрессе, и чтобы они этот вопрос там подняли? Вот как интересно отреагирует это демократическое большинство на такой запрос? Потому что то, что мы между собой говорим, это понятно. Тут нет предметов для дискуссий. Ну, я вам скажу такую вещь. Я, опять же, это... Спасибо вам огромное. Я с вами согласен. Конечно же, что-то бы нужно было делать, но для этого нужно иметь представителей, которые представляют именно наши интересы, а не интересы демократических. Секундочку. Разве у нас нет вообще республиканцев в Иллинойском Сенате или Конгрессе? У нас их настолько мало, настолько... Неважно, сколько. Какой-то один же может этот запрос сделать. Нет, дело не в сделании запроса. Дело в том, что для того, чтобы этот вопрос был поднят на... Я прекрасно понимаю, они должны проголосовать, и, скорее всего, они его заголосуют. Конечно же. Но давайте обратимся к кому-то, чтобы они этот вопрос подняли. Ну, вот... Мы же должны что-то делать. Ну, что же мы говорим просто между собой? Это, ну, послушайте, разговоры между собой, во-первых, это тоже разговор. Я больше чем уверен, вы общаетесь со своими друзьями, и не обязательно пишите письма в Сенат или в Конгресс. Правда? То есть, все равно... Это надо пишу. Разговор между собой тоже нужен. Но я хочу, чтобы и вы, и все те, которые меня слушают, чтобы вы понимали одну вещь. Моя цель, вот тех программ, которые я веду, которые ведет Сережа, которые мы ведем вместе, наша цель – это не поднимать народ на бунт, а мы делаем... Мы пытаемся объяснить ситуацию, которая происходит сегодня, для того, чтобы люди для себя могли трезво решить, что они хотят или не хотят делать. Ну, хорошо. Ладно. Спасибо вам большое. Я, если честно, я терпеть... Вот честно, я терпеть не могу активистов. Почему? Объясню. Потому что люди, которые подбивают кого-то на какие-то действия, на какой-то... То ли бунт, то ли протест, то ли... То есть, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вы абсолютно правильно говорите, что для... То есть, мы должны, не мы, а вот те избранные нами представители, которые сидят в Сенате и в Конгрессе, вот они, я имею в виду нашего штата, вот они должны поднимать эти вопросы. Теперь, проблема с тем, чтобы поднять этот вопрос, для этого нужно иметь какое-то количество, которое хотя бы близко приближается к тому, чьё мнение, к чему мнению будут прислушиваться. На сегодняшний день, к сожалению, у нас, даже в нашем штатовском Конгрессе и Сенате, во-первых, недостаточное количество республиканцев по сравнению с демократами, во-вторых, даже если этот вопрос будет поставлен на повестку дня в стенах Конгресса Иллинойского, оно всё равно никуда не придёт. Если вы считаете, что они не знают ситуацию в городе Чикаго, вы ошибаетесь. Если вы считаете, что они не знают проблему, которая происходит в городе, вы тоже ошибаетесь. Но у нас, к сожалению, именно почему я сказал в начале передачи, что именно демократы привели нас к той ситуации, которая у нас происходит в черте города. Потому что одна из самых денежных ситуаций, которая даёт возможность нашим олдерменам, нашим политикам в городе и в штате зарабатывать деньги, это, естественно, торговля наркотиками и торговля оружием. Теперь это знают все. Бороться с этим не собирается никто, к сожалению. Почему? Потому что если бы была политическая воля и желание положить этому конец, вот так, как в своё время Руди Джульяни положил практически конец вот тем бесчинствам, которые происходили в городе Нью-Йорк в бытность, в то время, когда он был там мэром города Нью-Йорк, вот точно так же можно бы было сделать в городе Чикаго. Но в городе Чикаго это невыгодно демократам. Почему? Потому что только такой мэр, как Руди Джульяни мог провести такую политику, где полицейские получили абсолютную возможность останавливать людей на улице, я имею ввиду действительно, где бы это ни было, они имели право так называемый stop and frisk, то есть это остановить и обыскать, и когда находили какое-либо оружие, причем неважно какое, это могло быть огнестрельное, это могло быть какие-то ножи, это могли быть какое-либо другое такое ручное оружие, этих людей тут же арестовывали, но самое главное, их имели право остановить и обыскать, особенно опять же в определенных районах, конечно никто не будет обыскивать жителей допустим, ну хотя я вам скажу, на сегодняшний день в Чикаго даже те районы, которые у нас считались когда-то абсолютно нормальными и благополучными, сегодня это уже не так, поэтому для того, чтобы бороться вот с тем, что происходит в Чикаго, для этого нужна политическая воля, а политическая воля у демократов полностью отсутствует, им это невыгодно, им это не нужно, демократы никогда в жизни не вступят в войну ни с бандами, ни с их главарями, смотрите, вы знаете, что наше шоу называется не политкорректное, поэтому я буду абсолютно не политкорректен, проживя в нашем городе с 80-го года, потому что до этого полтора года я жил в Нью-Джерси и в Нью-Йорке, так вот проживем в нашем городе с 80-го года, я никогда не слышал о белых банд формированиях, никогда, может быть ребята, которые здесь живут столько же, сколько я, которые сюда приехали в молодом возрасте, может они меня поправят, но я честно никогда не слышал о белых банд формированиях, а вот черные и испаноговорящие, причем, почему я говорю испаноговорящие, не обязательно мексиканцы, и мексиканцы, и порториканцы, и колумбийцы, и вот сейчас мы уже видим так называемые эль-сальвадорцы, это МС-13, вот это те банды, которые орудуют в Чикаго. Теперь, если чикагская мэрия или иллинойские политиканы начнут бороться с черными бандами и с испаноговорящими бандами, они могут вызвать гнев черных избирателей и испаноговорящих избирателей, которых на сегодняшний день в нашем городе большое количество. Я не буду приводить статистику, честно скажу, не знаю, никогда не задавался целью узнать процентное отношение разделения по демографии, но тем не менее, знаю одно, что очень большое количество черных голосов, очень большое количество испаноговорящих голосов, поэтому бороться с черными и с мексиканцами или с испаноговорящими им не с руки, и вот поэтому они все, что попытались сделать наше правительство городское, это как-то более-менее локализовать вот эти очаги вспышек, поэтому когда у нас в Чикаго происходит стрельба, убийство и так далее, мы все прекрасно живущие в Чикаго знаем примерно где это происходит, те районы, где это происходит, если говорить в общей черте, это происходит в южных районах города, если говорить конкретно, то есть такие районы, как Инглвуд, есть такие районы, как Бекьярдс, есть такие районы, то есть это все очень в основном в своей массе локализованные стычки. Конечно же идет война за рынок сбыта наркотиков, идет война за рынок сбыта оружием, и поэтому именно в городе Чикаго на сегодняшний день борьба с этим практически невозможна, потому что для этого нет такого политика, который бы взялся и начал бы с этим бороться. На этом давайте мы остановимся, послушаем несколько рекламных сообщений и потом вернемся к нашему разговору. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете в эфире. Неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина и его ведущий Анатолий Червец. Номер телефона в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну, и пока вы собираетесь с мыслями, я, наверное, продолжу по поводу того, что, опять же, в принципе, моей целью не было заострять внимание именно на чикагской проблеме, но, тем не менее, я так попытался вкратце вам объяснить, почему в Чикаго в принципе никто не борется с тем, что здесь происходит. Ну, к сожалению, никто не борется, но если бы кто-то хотел здесь навести порядок, то абсолютно спокойно могли бы усилить полицейские патрули, полицейские наряды и, ну, в принципе, могли бы, опять же, взять улицу в свои руки, но пока что это никому не нужно. Кстати, те, которые живут давно в Чикаго, мы очень хорошо помним те времена, когда по улицам города ходили патрульные полицейские, причем иногда по одному, иногда по два человека в патруле, патрулировали районы, ездили полицейские машины с двумя полицейскими в каждой машине, то есть, как бы подкреплением, то есть, тратились достаточно количество денег на то, чтобы в городе все-таки как-никак поддерживать порядок. Но потом со временем как-то вдруг объявили о том, что в городе не хватает денег, и быстренько эти, во-первых, как говорится, патрули полицейских, которые ходили по городу, их быстренько убрали вообще с улиц, и даже те патрули, которые ездили в машинах, оставили по одному полицейскому в машине. То есть, тем самым, намного, намного уменьшив количество хранителей порядка в нашем городе, ну, и мы все прекрасно видим, к чему это привело, и, опять же, пока что с этим никто бороться не собирается. Почему? Потому что можно было бы хотя бы начать с того, чтобы вернуть патрули и вернуть вот эти количество машин патрулирующих наш город. Но, опять же, моей целью не было полностью всю нашу программу проговорить про город Чикаго, но вот мы вчера с Сережей затронули такую тему, как недавно в Сан-Франциско, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, был принят закон, который определяет организацию НРА, то есть национальную стрелковую организацию, как домашние террористы. Представляете, на секундочку, значит, это сколько нужно было выкурить травы и вынюхать кокаина, чтобы организацию такую, как НРА, объявить этим государственным террористом. То есть, то, что у нас орудует Антифа, это ничего страшного, никто ее не объявляет народным террористам. То, что у нас орудует официально банды в городах и в разных штатах, их никто народными террористами не объявляет. А вот то, что у нас есть организация, которая защищает, причем НРА, это организация, которая, во-первых, политически, во-вторых, конституционно защищает вторую поправку наших прав. То есть, владение оружием, ношение оружия и так далее. И, значит, вот эту организацию, абсолютно официальную, которая приносит пользу действительно нашему государству, борясь за права конституции, вот ее объявляют народным террористом. А все вот эти банды типа Bloods, Krebs, MS-13 и так далее, там, 18th Street, Гейн, Нортенниус, Соренниус, вот они у нас абсолютно нормальные, законопослушные жители. Ну, вот до какого абсурда доходит, к сожалению, штат Калифорния вместе во главе со своим гавернером Гевеном Нусом, люди, которые, вы понимаете, да, то есть, то, что происходит самих в городах Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе с проблемой бездомных, с проблемой загрязнения улиц, с проблемой наркотиков, с проблемой сумасшедших живущих, проживающих на улице и так далее, вот с этим у них как-то бороться нет времени, почему? Потому что они борются, ну, вот, с организацией НРА, они борются с учителями, кстати, сегодня в новостях объявили новую мульку, которую придумал наш Гевен, ваш Гевен Нусен, в Калифорнии объявлено о том, что с сегодняшнего дня будет являться незаконным исключать детей из школ за нарушение школьного порядка, за избиение в школе, за угрожающие слова или поступки школьников вот с сегодняшнего дня будет незаконным исключать из школы за вот эти проступки. То есть, вы себе на секундочку можете представить, во-первых, какому идиоту могло прийти в голову такое придумать, вот кто-то должен был сидеть и придумать такую вещь, где он сказал бы, ты знаешь, я считаю, что это должно быть незаконным. Вот в школе подрались два, двое детей, один другому там выбил глаз и я считаю, что его нельзя исключать со школы. А за что его исключать сошь, понимаете? То есть, вот вам Калифорния, вот вам законы. Значит, дети, которые абсолютно выходят из-под контроля для Калифорнии это не проблема. Иголки наркотические, на улицах это не проблема. Бездомные не проблема, кучи, прошу прощения, человеческих испражнений на улицах это не проблема. Мы с этой проблемой боремся совсем по-другому. Мы с ней боремся как? Мы просто создаем карты, на которых написано «Эй, гражданина, сюда не ходи, туда ходи». Понимаете? Вот так мы боремся со всеми этими проблемами. Добрый день, вы в эфире. Алло, Толик? Да? Привет, это Феликс из Денвера. О, привет, Фелик, привет, дорогой. Я прошу прощения, у меня вечно не хватает. поделиться с тобой с радиослушателями. На днях разговаривал с другом своим, он работает на Юбере. Так. И он мне такой информацией поделился, говорит, приезжаю в аэропорт, обращаю внимание, что стоят юборские машины и в основном там как бы водители наши замечательные мигранты из африканских мусульманских стран. самым немцы. Да, эфиопы, но они не мусульмане, whatever, суданцы, вот, стоят, курят. Никто не работает, у всех выключены аппликейшн, но они стоят. Ну и он с ними разговорился, поинтересовался, ребята, что стоим? Говорит, я тут пашу, как скаженный, мотаю, чтобы денег заработать, а вы как бы кукарекаете, может, я так хочу тоже. Он говорит, может, они говорят, а нам не надо? Он говорит, не понял. Он говорит, ну как, у нас он всех медикейд, и всем их медикейд. Нам надо заработать 1360 долларов, то, что в Колорадо сегодня. И все, говорит, а дальше уже, как бы, и не важно. А остальное им в карман положит Ильхан Амар. Ильхан Амар, и все наши демократы. Я тебе говорю, хорошо, я вижу, допустим, знаешь, я могу понять, когда женщина-одиночка, там, или она действительно медикейд, она просто не в состоянии заработать больше. Вот, то есть, для нее это выход, эта ситуация. Но когда здоровые молодые люди южают абсолютно, абсолютно спокойно и законно, самое смешное, медикейд, вот вам, пожалуйста, вот вам и суммы, которые медикейд выплачивает каждый месяц. Плюс, плюс ко всему бардаку, который там происходит. Ну, ты же знаешь, есть такой хороший анекдот, почему собака лежит причинные места. Потому что может. Вот и все. Вот и все. Понимай, мой вопрос, я даже, честно говоря, я даже не знаю в этой ситуации, каким образом это можно ограничить. Понимаешь? То есть, люди вроде бы как бы работают. Да. Вроде бы, как бы они что-то там платят, какие-то налоги мелкие. Но с другой стороны, они абсолютно беззастенчиво южат, медикейк. Вместо того, чтобы заработать лишнюю штуку долларов и заплатить налоги и купить себе страховку, они устраивают нам вот такой вот праздник жизни. Ну, Фили, потому что абсолютно последние лет 20-25, если может быть, даже и 30. Потому что до этого такого не было. Вот этот интайтлмент, это страшнейшая ситуация, которая происходит. когда-то я лично, вот когда я сюда приехал, я пошел учить английский язык, потом меня поставили как бы на пособие, и мне дали ровно 3 месяца, 90 дней найти себе работу. Причем, для того, чтобы я получал вот эти 90 дней пособия, я должен был показать, что я каждый день обходил 2-3 компании, ну, тогда не было этого, джаба. Да-да, я помню это, я помню это еще, это даже уже при мне было, еще при мне. Вот и все. В 2004 году это еще было. Я должен был доказать, что я еще активно работаю, что я получаю отказы, допустим, вот я был в компании, мне отказали по такой-то причине, и только так я мог получать пособие, иначе меня снимали просто без суда и следствия. Ну, потом пришел Клинтон и сказал, ребята, ну, знаете, давайте потихонечку будем как-то все-таки жалеть наших. Да, либеризировать. Ну да, вот и все, и вот тебе началось интайтлмент. И все. Спасибо, Эфиль, спасибо, у меня другой звонок. Давай, всем привет. Ты не сдавайся, я когда-нибудь с тобой свяжусь, честно. Давай, будь здоровенький. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий, людям, которые работают, но им положено Обамакеа, и Обамакеа, там, основная часть, если вы получаете очень маленькую зарплату, то основную часть доплачивает государство, очень большую. Да, 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 вы правы. Вот, так что, может быть, это Обамакеа, но я хотела еще просто поделиться с вами, другим, вы говорили о том, что детей, тех, кто избивает, или там участвует, в школьных делах, у меня моя дочка, когда она училась в хай-скул, как раз попала в такую ситуацию здесь, в Джорджии, и, честно говоря, я даже себе представить не могу, ее избил мальчик, который был, ну, как бы ниже классом, черный, из неблагополучной семьи, и как раз вот школа здесь, в Атлантии, мало того, что они его на неделю запретили ему ходить в школу, он еще был, потом они, вот этот процесс шел, и они его отправили в специальную школу, которая, в которой содержатся вот дети, ну, как бы неуправляемые вот с проблемами в поведении, честно говоря, если бы это не было сделано, я даже себе представить не могу, чтобы моя дочь пошла опять на следующий, ну, как бы не на следующий день, через какое-то время после того, как ей стало немножко лучше, она пошла бы опять в эту школу, это просто ужасно. Ерочка, так я вам даю вот пример, который сегодня привели вот именно по отношению к этому закону. Мальчик ударяет девочку, это причем, это не гипотетически, это абсолютно то, что произошло. Мальчик ударяет девочку, выбивает ей глаз. Значит, школа запрещает учителю как-либо влиять на этого мальчика. родители девочки пытаются получить компенсацию от школы, проигрывают кейс, значит, они должны были полностью возмещать все свои, я уже не говорю про здоровье дочки, но ее медицинские билы, естественно, были покрыты за счет родителей, и когда учительница этого мальчика позвонила родителям, потому что школа этого не сделала, учительница мальчика позвонила его родителям и сказала им, что вот такое произошло в школе и чтобы они проследили за своим сыном, эту учительницу отправили на, или в административный отпуск на две недели, не оплачиваемый за то, что она распространяет слухи. Вот вам, пожалуйста. Это ужасно. Вот, да, это действительно ужасно. Спасибо вам большое, Ирочка. Дай Бог, может быть, как-то оно что-то изменится. Это было уже давно, у меня уже дочка давно выросла и работает, и уже у нее семья, но просто я хочу сказать, что я бы, я даже себе представить не могу, как должны чувствовать себя родители вот таких избитых детей, отпуская опять детей в ту же самую школу при таких законах. Это во-первых, а во-вторых, что происходит с психикой детей, которых, понимаете, спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Алло. Перезвоните, пожалуйста. Поэтому, вот вам, пожалуйста, вот вам ситуация в Калифорнии. Вот то, о чем мы вчера с Сережей говорили, что у меня создается такое впечатление, что Калифорния превращается в штат, давайте, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, я бы хотел обознать, сколько примерно польской общины проживает в Чикаго? Порядка 25%, по-моему. Нет, 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 в Чикаго проживает, если я не ошибаюсь, около полутора, полутора миллионов, да. Ну да, если 4 миллиона в Чикаго, значит, вы имеете в виду не в штате, а именно в городе. Да. Будьте добры, кто они в большинстве своим, как выборщики, демократы или республиканцы? Вы знаете, к стыду моему, я скажу, что они демократы в основном. Почему? Потому что, ну, так сложилось, что когда-то в польской комьюнити был такой Баб Ливандовский, Раберт Ливандовский, он, у него было свое телевизионное шоу, у него была своя радиостанция и так далее. Он был таким заклятым демократом и, естественно, он проводил очень серьезную политику в пользу демократов. И вот с тех пор, ну, хотя молодежь польская, она уже сейчас немножечко потихонечку начинает меняться. Вот у меня соседи, прямо next door, поляки, вот они уже, уже, значит, соображают, они уже демократы, они уже против. Вот что я хотел спросить вас, как раз, я слышал звонок какого-то человека, может быть, иметь смысл объединить усилия русскоговорящей комьюнити с польской большой комьюнити, сделать, подписать позвание к конгрессу Иринойскому и на живот тупящие вопросы поднять, так сказать. Ну, спасибо большое, слушайте по радио, вы понимаете то, что я сказал тому человеку я говорю вам то же самое. Вы поймите, у нас недостаточно в конгрессе штата Ириной, у нас недостаточно республиканцев, которые бы могли повлиять на политику штата. Вот в чем вопрос. Дело не в петициях, дело не, даже если я сегодня приду на прием к нашему республиканскому представителю, и если я буду у него валяться в ногах, у него нет достаточно сил для того, чтобы меня защитить от демократов. Вот в этом вся проблема. Но, дорогие друзья, наше время, к сожалению, подошло к концу. Огромное спасибо всем вам, как всегда. Я очень благодарен вам за вашу поддержку. И будьте здоровы, оставайтесь в, ну, будем говорить так, в хорошем здравии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!